Девушки отдыхают Я вообще не понимаю, что здесь происходит Нет, ну правда, Сол Ты хочешь, чтобы этот Василиск Просто ускользнул из наших рук? Именно Это же такой шанс Какой? Шанс загубить все, ради чего мы приехали? Какая-то унылая у вас дискуссия Похоже, тема уже успела всех утомить Нет, дискуссия закончилась давным-давно Люди из биотехники будут здесь через час Постарайтесь за это время не налажать Офигеть Будем теперь траву в зеленый цвет красить По его приказу Я думал, ваш союз с биотехникой Распался Сол хочет довести дело до конца И доказать, что Аль-де-Кальдо держит слово Охрана полей Еще кукурузу мы не защищали, блять Сол добьется, что корпораты будут Вытирать об нас ноги, а мы только кланяться и говорить спасибо А что такое этот Василиск? Бронированный грузовой панцир Мелитеха Корыто откуда-то из шестидесятых Его хотят впихнуть в какой-то стране третьего мира Где он будет считаться новейшим чудом техники Конвой Мелитеха поедет совсем рядом По 101-й трассе Грех с ними не поздороваться Скажи честно Твоя была идея? Как ты догадался? Кроме тебя никто не мог так выбесить Сола Не в бровь, а в глаз Если бы он сам до этого додумался Ему бы казалось, что это лучшая идея в мире Затни, Сол не настолько мелочный Просто он трус Он хочет перестраховаться и залечь на дно Как всегда, ради семьи Неужели стоит ссориться с Солом из-за панцира? Да, с Василиском мы сможем наконец вернуться в большую игру Семья разваливается Если мы упадем в яму с биотехникой Нас перестанут воспринимать всерьез Окей То есть ты реально позвала меня, чтобы провернуть это за спиной у Солы? Кэссиди, Тед, Кэррол и Бот уже согласились Как вы хотите перехватить Василиск? Спасибо, Ви Э, разве я сказал, что согласен? Угу, пойдем поговорим с остальными Получается, на операцию согласились только четыре ветерана и все Других мы даже не спрашивали Слишком большой риск, что кто-то пойдет, но стучит Солу Только ветераны понимают, какие возможности нам откроет Василиск Опасная эта затея Да ладно, ничего опасного Этот караван даже охранять особо не будут И вообще, неужели ты не хочешь внести свой вклад в дело мира на планете? Если ничего не сделать, этого зверя отправят на войнушку куда-нибудь в Банановые Республики А мы найдем для него дело прямо здесь, в Америке Снова пытались убедить Солу И ничего не вышло Ага Так, слушайте все Мелитех будет перевозить Василиска по частям на двух грузовиках Погоди, чего у тебя голос-то дрожит? Иди нахер Мы встанем уже до переезда через трассу 101 Нападем сзади и быстро оттуда смоемся Вопросы, мнения, замечания? Ты молодец, Солнце Угу, кратко, четко и по делу Без всей этой мрачной херни, которую так лю... Все как-то подозрительно хорошо складывается Именно та техника, которую вы хотели, едет к вам на блюдечке с голубой каемочкой Ага, Сол тоже сказал, что это пахнет подставой Откуда говоришь у вас инфа об этом конвое? Кэрол взломала канал связи Мелитеха Все, доволен? Ладно, я с вами Окей, спасибо Сначала заедем на станцию Там стоит локомотив, им мы заблокируем переезд Поедешь с нами или встретимся там? Поеду с вами Ну и круто, поехали А голос-то у тебя дрожал Неправда А, да ладно Спотели? Да иди ты Ты точно не оставила следов? Мелитех ничего не заметил? Ты что, во мне сомневаешься, Бобби? Окей, окей Я ничего не спрашиваю Поехали В лагере точно не заметят, что вы уехали? Сол и так не хочет нас там видеть Ему надо во второй раз произвести хорошее впечатление на биотехнику А ваши унылые рожи их не впечатляют? Это как пицца А что в итоге со стилетами? Думаете, скоро нападут? Сол так думает Расставил часовых по всему лагерю А тебе не нравится? Мне не нравится, что он лечит симптомы болезни Это не причина Ты не скучаешь по Найт-Сити? Иногда скучаю Мне не хватает ощущения Это новая жизнь Свобода Она его всегда отравляла чувством Чувство, что свобода бессмысленная, если ты одна Мне тоже было тяжело выйти из семьи С другой стороны, я редко оставался один У тебя кто-то был? Настоящий друг Его звали Джеки Он бы точно тебе понравился Джеки Я запомнил Мы на месте Вот это махина Если тебе так нравится Давайте угоним поезд и успокоимся Может, ну нахер этот Василиск? Действительно Будем ездить по путям до 101, а потом обратно Соло даже уговаривать не придется Все готово? Конвой Мелитеха поедет из Найт-Сити на базу Где у них встреча с покупателем Мы должны будем их поймать на переезде Нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной Ви, есть вопросы? Вокруг города так много заброшенных станций Это принадлежало корпорации, которая занималась цементом У них тут был перевалочный пункт Они что, бросили локомотив, когда ушли? Он стоит здесь уже минимум лет сорок Со времен Черного Заслона Тогда всем пришлось вернуться к старым технологиям Локомотив работал на жидком уране Как подлодке Тем более странно, что его бросили Корпораты наверняка вписали его в графу оптимизации расходов Древняя хрень, Кэрол ее взломает Потом еще надо будет авторизоваться с контрольной вышки, чтобы им управлять Мне кажется, вышка давно обесточена Мы этим займемся Вы с панам пока поищите код авторизации Ну что, пора за работу Ого, вот эта скорость Топаем по лестнице Вам посвятить? О, круто! Спасибо, парни Я всегда любила поезда И станции, где соединяется много путей Прикольно, когда рельсы сходятся Да, точно Когда смотришь на них сверху, чувствуешь Свободу? Будто можешь начать тысячу путешествий одновременно Наверное, чуть проще Надежда Так, мы на месте Кэрол! Что нам надо найти? Перфокарпе! Что это? Прямоугольные карты с рядами дырок Поможешь их найти? Само собой Здесь нет Мне кажется, она должна быть здесь Ви ищи внимательнее, окей? Ничего Два Много Два Два Субтитры сделал DimaTorzok Так, так, так Кажется, нашел Ага, отлично Кэрол, мы нашли карту Что дальше? Вставьте ее в ридер Ну, чего там, Ви, вставляй уже карту Ну, попробуем Работает, иди посмотри Паровозик, который смог Ви, я хотела с тобой поговорить А че такого-то? У меня к тебе есть довольно глупый вопрос Я знаю, я сама тебя позвала, но Почему ты мне помогаешь? Потому что для тебя это важно Только поэтому? Прости, это как-то грубо прозвучало В общем, Ви, я Прости, пожалуйста Я не умею говорить про чувства И вот это все Но мне не хотелось бы облажаться Пока у тебя получается Это потому что я еще даже не начала Обычно я сначала делаю, потом думаю Да-да, я заметил Я знаю Понимаешь, для меня важны импульсы Когда я действую интуитивно Тогда я типа честная Но с тобой, Ви Я хочу быть аккуратнее Почему со мной все по-другому? Потому что ты мне дорог И я боюсь сказать или сделать что-то глупое И остаться одной в пустыне Я лучше просто буду рядом Пусть даже как друг В следующий раз Иди за импульсом Окей В любом случае, я тебя предупредила Думаю, нам уже пора возвращаться Вы как-нибудь следите за этим конвоем? Да Кэрол время от времени проверяет их каналы связи Все идет по плану По крайней мере, пока Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Солны, присядь на минутку, пожалуйста И успокойся У нас все под контролем Конвой едет прямо к нам в руки просто выдохни и расслабься у нас еще довольно много времени до заката думаю еще раз осмотреть машину не повредит звезды появились значит до заката всего пара часов ты так паникуешь будто ты первая кто вышла против соло давай только без этого не надо меня утешать он вернулся с войны накрученный в голове полно идей куча новых контактов стал убеждать соло объединиться со змеиным народом типа чтобы стать сильнее он мне никогда про это не рассказывал а что сол отчитал его перед всеми за то что сеет смуту в семье потом целый год не давал ему ни одного заказа вот уж утешил спасибо ты сказала тебя не надо утешать вы все мало говорить о войне а что тут говорить запихивали тебя в панцир в центральной мексике и марш вперед рядовой неделями говоришь сам собой или с бортовым эскином йодит хлещешь как воду потому что снаружи счетчик гегера зашкаливает как вспомню что мы сидели в этих раскаленных гробах у меня жопа сыпью покрывается и несмотря на это вам не терпится покататься на василиске это другое совсем другое поймешь когда в него сядешь я попробую немного поспать давай наш конвой ближайшее время все равно не так нервничаешь что спать не можешь я лучше просто рядом с тобой полежу подумаю посмотрю на звезды ты в этом тоже разбираешься у у вас может и карты неба есть в библиотеке конечно вот тут большая медведица а вон там справа видишь звездочка да а видишь да это значит что у большой медведицы течка ну что все готовы Поехали, Ви. Поехали. 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 Плитка, вот скорость, плитка низкая. Стреляй, Ви, зашибись. Я их вижу. Поехали. Отрежем их, окружайте. Отрежем их, окружайте. Четыре. Нет. Быстро, быстро. Дорога блокирована. Нужен новый маршрут. Поехали. 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 Отправляйся. Окей, погнали! Ну, понеслась. Чёрт, сработало! Само собой, я же ещё тогда говорила. Ну, как оно там, Ви? Весело было? Ещё как. Радуйся, что тебя не подписали собирать этот чёртов конструктор. Эта великая честь достанется Митчу и Тэн. Так, я потеряла канал Милитеха. Пиджаки наконец поняли, что их прослушивают и сменили коды. Как раз вовремя, на мой вкус. Субтитры подогнал «См言». Если хочешь, я с ним поговорю. Не, спасибо. Хочу сама разобраться. Ну, понеслась. Попробуй. Объясни, что это такое? Сам видишь, что это. Василиск. Я вижу два грузовика с логотипами Мелитеха. Чёрт, по нам, они видны за много милей. Ты думаешь, у семьи без этого мало проблем? Стелеты могут напасть в любую минуту. Теперь нам ещё и от Мелитеха прятаться. Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Ты что, хочешь вечно прислуживать корпорациям? Валяй, вперёд! Мы оставим себе Василиск, хотя бы, чтобы вспоминать, кем были Аль-де-Кальда. Или может, чтобы было чем защищаться, когда на нас опять кто-нибудь нападёт? Когда я закончу с биотехникой, мы соберём семейный совет и обсудим твоё поведение. А пока уберите с моих глаз эти грузовики. А Василиск? Мы можем его собрать? Делай, что хочешь. Только мне не попадайся. Поп, Миш, поставьте грузовики позади лагеря. Надо их разгрузить. Ладно. А что нам потом с ними сделать? Оу, у меня есть идея. Ничего себе у тебя лёгкие. Да сама в шоке. Кажется, последний раз я так делала, когда мне было десять. Гляди-ка. До сих пор и не разучилась. Мне кажется, семья на твоей стороне. Ага. И почему тебе так кажется? Я слышала только тишину. Они чуть ли не облизывались на этот Василиск. Кочевники значит панциры, панциры значит кочевники. Они за тебя. Ну, посмотрим. Если я опять понадоблюсь, просто позвони. Ви. Конечно, позвоню. Будь готов снова меня слушать. Я буду ждать. Удачи.